Всем привет! Хочу сегодня показать вам Сога Лоренс, но очень яркое солнце и не очень удобно, правда, снять. Ну вот, сейчас немножко есть резкость и можно увидеть. Очень красивый цветочек. Купила я его летом у Тачи Смайл. Большое ей спасибо за возможность, которую она предоставила мне. Видите, очень ярко и они здесь все хорошо освещены. Эта полка вообще самая благодатная. И, конечно же, ванды. Обязательно, как им без солнца. Остальным понемножку падает. Кто стоит на подоконнике, вообще счастлив. Итак, отвлекаемся. Растение приняло хорошо систему с просушкой. Ну, я уже говорила, что фаленопсисы вообще неприходливые в этом смысле. Они лучше всех, по-моему, и легче всех в этой системе растут. Каждому, конечно же, нужен индивидуальный подход. Это фаленопсисы, это гибриды, опять же. А гибриды, как мы знаем, легко приспосабливаются к многим вещам. Не спешите с ними что-то делать, не спешите менять им условия. Ну, конечно, это мое личное мнение. Потому как гибриды, они на то и гибриды. Для них создавать условия особых нет необходимости. В теплицах именно для этого и выращивают такого вида растений, такого рода растений, для того, чтобы вам не пришлось над ними сильно трудиться. Это уже природники, особо такие капризные, попадаются, которым нужен особый подход. А с этими красотками, по-моему, вообще проблем нет. И хочу что сказать сегодня. Вчера был по старому стилю Новый год, а мне вечером делать было нечего. И кто смотрит мои видео, могли помнить, или могут помнить, вернее, что ко мне когда-то пришла гигантея на большом красивом блоке. Я этот блок, конечно же, сохранила. И вчера на него посадила растения. Хочу вам сейчас показать. У кого есть блоги, пожалуйста, подскажите, правильно ли я все сделала. Конечно, я смотрела много видео, но все равно по-своему получается, как всегда. Итак, это мой дендропиум. У меня есть второе растение этого же вида. Оно в системе с просушкой дальше будет расти. Но этого красавца я решила определить вот так на блок. Мне очень понравилось, как это выглядит. Поэтому вот так я его сюда прицепила. Здесь лампы, здесь ему будет светло. Поливать я буду по мере просыхания, ну и по мере того, как состояние растения будет на тот день, когда полив. Допустим, 5 дней раньше я его поливала, раз в неделю, да, на 2 суток, извините, грубо говоря, 36 часов я его заливала. И ему хватало. Сейчас я даже не знаю, как будет лучше. То ли опрыскивать, то ли замачивать. Пока еще не знаю, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать. Тем более, что в моих условиях при влажности, то, которое у меня есть, и освещение, я думаю, что нет необходимости это делать каждый день. И также у меня еще один красавец перешел на блок. Надеюсь, вам видно. Очень яркое солнце. Я, честно говоря, не могу ничего поймать. В общем, это мой сидерей джапоника. Моя орхидея. Ее также. Я хотела ее развернуть вертормашками, но муж мне сказал, что это не очень естественно выглядит. Хотя для меня наоборот, естественно, выглядит, когда она вниз смотрит и корнями наверх, как бы оплетая этот самый блок. И вот сейчас она будет все-таки таким образом висеть здесь. У нее есть растущих несколько корней. Я что смогла, спрятала. А что уже так сверху было, я оставила. Вот как бы ее так. Вот. Ну, я думаю, вы увидите ее. Солнце очень яркое сегодня. Слава Богу, хоть чуть-чуть нам его солнце дали. Природа нас порадовала. На улице минус 10 было. Днем, конечно, другая температура, но в квартире тепло. Тепло. Сейчас, как я смотрю, 25 также держится. Плюс я еще включила вентилятор на всякий случай, чтобы не сильно здесь заставился воздух из-за солнца, потому как нагревается очень сильно стекло. Нагревается. И поэтому не хочу перегрева корням своих растений. Ну, вот такой вот красивый у меня фаленопсис еще один расцвел в этой системе. Спасибо еще раз Танюше вам за такую красоту. Огромное спасибо всем, кто пишет комментарии, кто интересуется. Всем привет и пока-пока. Будут вопросы, кстати, если есть вопросы, задавайте. Обязательно на них отвечу. Спасибо.